Добрый день, дорогие коллеги! Мы начинаем эфир передачи обзор рынков САКСа. В рамках этого эфира мы смотрим, что интересного есть на рынке, какие торговые идеи можно реализовать, и реализуем их на платформе в версии САКСа Рейдер Гоу. Начнем с того, что... Да, меня зовут Игорь Суздальцев, и вы находитесь на платформе Utrade TV. Начнем с того, что под главным экраном на Utrade TV есть баннер САКСа Банк обзор рынков. Нажимаем на него, попадаем на страничку обзора. Здесь можно посмотреть его повнимательнее, но мы зайдем с вами на платформы, заходим здесь в САКСа Рейдер Гоу и нажимаем обзор платформы. Здесь, друзья, открывается бесплатная версия Такса Рейдер Гоу, в которой вы можете посмотреть самую разную информацию, сделать различную аналитику. Ну, если захотите поторговать на демо-версии, то нужно нажать значок вот здесь справа вверху «Войти в систему». Ну, а для... Еще раз говорю, это без всякой регистрации. Только когда войти в систему, вам необходимо, естественно, зарегистрироваться для бесплатной, естественно, демо-версии. Ну, а я при этом захожу в свою зарегистрированную систему, естественно, не показываю свой код-пароль. И мы сейчас с вами обсудим, какие торговые идеи мы с вами уже пытались реализовать и что можно сделать прямо сейчас в моменте. И там, друзья, напомню, это зарегистрированная версия. Мы с вами уже многое достаточно сделали на платформе САКСа Трейдер Гоу. Мы с вами приобрели колы на доллар-рубль в опционах, продали, сори, купили путы на золото в опционах и приобрели пять акций. Это датский перевозчик контейнерный морской Майерс, это банк, Кантональный банк Женевы, это Данский банк, Пандора. И вчера мы купили акцию Газпрома. Пока, к сожалению, мы в просадочке, не сильно у нас все получилось. Ну, что получается, что называется. Видим, что у нас доллар-рубль. Давайте мы вот так сюда цепляем и выводим. Видим, что у нас доллар-рубль пока минусует. Сегодня экспирация. Сегодня экспирация. Ну, вот, будем смотреть, чем это закончится. Что касается золота. Мы с вами продали путы. Мы заинтересованы на движении вниз. А, это доллар-рубль, я не то зацепил, сори. Мы заинтересованы в движении вниз. Золото пока стоит. Вот. Хотя, вчера приподнялись, снизились. То есть, тоже. Была и просадочка, и вернулись. Так что, друзья, движется энергично. Я думаю, что будет какое-то движение вниз. Коллеги, кто что думает по золоту? Как мы ожидаем. Давайте один день включим. По дню. Сегодня в течение дня. Двинулись. Остановились. Я считаю, что нужно двинуться вниз. Надеюсь, на этом заработать. Вот колы на доллар-рубль. Судя по всему, мы уже ничего не заработаем. Это будет убыток. Это будет убыток. Ну, что сделаешь? Такая штука жизнь. Будем переживать эту потерю. Ну, а по золоту у нас июльский опцион. Поэтому легкий минус, легкий плюс. Это будет вечная история. Да, по золоту я оптимист. Дальше, друзья. Мюллер Майерск. Датская компания. Морской грузоперевозчик. Пока подседает. Коллеги. Это внутри дня движения. Мы приобрели ее по 16,010. Она стоит 16 тысяч долларов одна акция. Сейчас в моменте 15,600. Некоторая просадка. Но я считаю, что по мере выхода из коронавирусной проблемы человечество все равно будет увеличивать перевозки. И Майерск будет идти в цене. Не управлять этой позицией, не менять ее. Я тем более не собираюсь. Доливаться тоже рискованно, конечно. Жизнь вообще непредсказуема. Кантональный банк Женевы, друзья. Давайте посмотрим. Мы приобрели акцию за 162,50. Сейчас в моменте у нас 162,50. Ну, то есть, по чем взяли, потом и стоим. Вот. В легком минусе. Я надеюсь, что мы зайдем плюс по этой акции в первых рядах. Данский банк. Крупнейший банк издания. Выглядит интересно. Давайте мы включим весь экран. А, нет, секундочку. Это не тот график у нас. Сейчас мы перейдем, когда к Сбербанку. Я следующую цель наметил покупку Сбербанка. Мы, естественно, его разберем подробнее. Вот. Ну, а здесь, я думаю, что Данский банк тоже просел немножечко и будет скоро выходить из посадки. Тоже никаких действий принимать не будем. Пандора. Ювелирное производство. Дания. Помните, они перешли от использования натуральных алмазов к искусственным. И посчитали многие, что это будет положительной новостью. Я, кстати, тоже. Купили мы Пандору по 745.50. Пока еще ничего принципиального не произошло. Но верим в дальнейшее укрепление этой акции. Я считаю, это будет обоснованным. Ну и, наконец, вчера мы с вами приобрели Газпром. Приобрели его, потому что российская компания. Зима кончаться не хочет. Отопительный сезон не хочет уходить ни от кого в этом году. Вот. Российский рынок растет. Поэтому ждем его наверх. Тема «Покупай, продавай в мае и уходи с рынка» в этом году особо не работает. Поэтому я считаю, что совершенно спокойно можно это делать. Все эти байки и старинные истории уже, мне кажется, не работают. Поэтому эта покупка тоже мы ее оставляем, естественно. Мы взяли 5.36. В моменте 5.35, я надеюсь, что следом за российским рынком. Эта сделка, ну она, естественно, ведется на зарубежной площадке. Это площадка «Дойче Берса», «Санковская биржа». Что «Газпром» двинется наверх, даже не сомневаюсь. Ну тоже тут без фанатизма, какое-то движение наверх и фиксация прибыли. Естественно, везде мы рассчитываем на какое-то движение. Я торгую достаточно коротко, в том числе и здесь. Ну сейчас, друзья, предлагаю перейти на график еще одной российской акции. Я предлагаю поторговать российским рынком сегодня. Акция «Сбербанка», друзья. Это площадка. А где эта площадка, здесь посмотреть. Мы с вами вместе изучаем терминал. Мы раньше на нем не торговали, поэтому это естественно совершенно наше состояние. Север пишет, я против покупки Сбера в текущем моменте. Вот так вот, да? Ну надо же, да что же с севером никак не договоришься. Смотрите, вчера было хорошее движение. Сегодня подсели чуть-чуть. Ну тут я хочу работать в «Лангаре», я хочу взять российские акции. Я считаю, что они пойдут. Так, значит, давайте обзор продукта. И давайте во весь экран выведем сначала. Видим, что это внутри дня. Движение вверх было. Подсели сегодня, да? Пытаемся уйти наверх. Отбиться наверх. Но пока не очень удачно. Все это выглядит. Давайте вернемся во взор продуктов. Здесь выбираем Сбербанк. Лондонская фондовая биржа. Вот где торгуется этот инструмент. Давайте посмотрим за неделю. Как это выглядит. За неделю резкий рост, удар наверху, резкий провал. И сейчас мы торгуемся на границе поддержки. Ну вот, а посмотрите на недельный график север. Мне кажется, от поддержки мы отбиваемся. Можем пойти наверх. Какая у вас точка зрения? Друзья, объявляется производственное совещание. Акция Сбербанка. Кто что думает? Какие торговые идеи? Я хочу российскую акцию сегодня приобрести. Кто что думает на этот счет? Пожалуйста, друзья, пишем в чате. Наши участники. Андрей Малевич, Роман Север, Алекс, Гость-72, Виктор Лихач, Гость-61, Илья Ордер, Мария Агеева, Николай Пенза, Павел Дагаев, Сергей Баячук, другие коллеги. Что думаете? Вот Павел Дагаев пишет по-нашему, по-турски пишет купляйте. Вот Роман Север. А Павел Дагаев считает, что можно куплять. Павел, у вас какая логика позади этого решения? То, что мы легли на поддержку или какая-то другая есть логика здесь? Нет, это логика понятна. Он одно из объяснений не дает, Павел. Но мы-то хотим, чтобы это было осмысленное коммерческое действие. Я считаю, что вот этот показатель 16.39, это в фунтах, я так понимаю. Он может стать отправной точкой отбоя наверх. Так, ну давайте посмотрим другую аналитику, как у нас люди любят один месяц. Вот, смотрите, месячный график Сбера рос, 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 просел. Ждем все в поддержку. Да, мне кажется, очень интересно. Один год давайте посмотрим. Ну, вот, смотрите, какой. Раз, бюф, бюф, бюф. Помечательно уже. А ну, пять лет давайте посмотрим. На пяти годах на западной площадке есть перспектива роста ХАИ были в восемнадцатом году. ХАИ были в восемнадцатом году. Это интересно. Это интересно. Пожалуйста, друзья, еще кто, у кого какие мнения, можем ли мы брать Сбербанк на платформе Саксо Трейдер Гоу. И мы сейчас примем с вами решение. Пожалуйста, друзья, кто что думает. Попробуем купить. Давайте нажимаем торговля. Выбираем поле, значит, лимит, ставим рынок, покупка, один, установить орден. Сейчас мы узнаем, что долларов минимальная сумма покупки. А у нас получается здесь шестнадцать, значит, умножаем на шесть приблизительно, да? Ну, давайте посмотрим, на шести сработает. Нет, не сработало, значит, ставим семь. Покупка по рынку, дневной ордер, размещаем. Все сработало, друзья. Все, мы прикупили. Видим, что внизу таблицы появилась информация об этом, что мы купили Сбербанк России. Мы больше не будем покупать российские. Вот две основные акции, хорошо известные нам. Мы прикупили и посмотрим, чем это закончится. Так что... Так что мы эту сделку совершили. Семь акций, да, в пакете у нас. Ну, друзья, так что давайте включим, вернемся на внутридневной график. И сейчас будем смело ожидать роста акций Сбербанка. Я, кстати, призываю всех перестать хоронить. Мы сегодня услышали разные точки зрения. Владимир Мабряков говорит, что фондовые рынки могут вырасти. Игорь Завьялов сказал, что сегодня, что ждет сильного снижения фондовых рынков во всем мире. Вот, поэтому самые разные точки зрения. Причем послушаешь одного коллегу, вроде умненько, согласишься. Послушаешь другого, тоже умненько, тоже вроде все правильно. Но, естественно, правым может быть только один человек. Поэтому будем смотреть, кто же это будет. Я лично, мне ближе позиция, что денег полно. Люди покупают. И пока есть деньги у людей, фондовый рынок будет расти. Поэтому меня абсолютно не пугают вот эти темы. На хаях, не на хаях. Мы сегодня буквально обсуждали с вами, что, давайте остановим демонстрацию рабочего стола, что такие цифры, даже первые цифры американских фондовых индексов, там Dow Jones 34 тысячи, NASDAQ 13 тысячи, S&P 500 4 тысячи. Только сами эти цифры впечатляют. Вспомните, что было год назад, это были совсем другие цифры, совсем другие темы. Поэтому, на мой взгляд, хоронить фонду не надо. Не надо становиться профессиональными такими похоронными агентствами американских фонды, да и вообще мировой фонды. Таких желающих много, в этот длинный ряд становиться не надо. Поэтому, на мой взгляд, нужно покупать вланги, выбирать инструменты, которые вам нравятся. Ну и вот сегодня я с Владимиром Мудряковым говорил, что как он, есть ли он опыт работы европейскими акциями. Он говорит, нет. Ну, то есть, на Санкт-Петербургской бирже что-то он делает, естественно, возможно, с Европой. Но, вот именно, что на самих европейских площадках пока он этим не занимался. Он говорит, надо, мы готовы обсуждать, рассматривать. Я, кстати, ему обязательно сегодня эту идею напишу. Может быть, поторговать на платформе европейскими ценными бумагами, поторговать на платформе Саксо-банка. Мне, во всяком случае, было бы интересно на это посмотреть. Еще раз, проверил ежедневно, где-то писал я или нет, записал. Поэтому, друзья, давайте все вместе на это посмотрим. Естественно, на платформе Саксо-банка можно торговать любыми инструментами, огромное количество, практически все рынки, которые известны, там представлены. Ну, вот, поскольку сейчас тема основная, прям покатила сильно европейские ценные бумаги, я считаю, надо принять участие. Что касается российских ценных бумаг, поскольку у нас своя специфика здесь в России, поэтому, конечно, основной платформой это будет Московская биржа. Но, в то же время, у кого нет счета на Московской бирже, а он считает, что российская фонда пойдет наверх, ну, почему не купить акции того же Сбербанка или того же Газпрома на любой площадке? Совершенно нормально, там все пропорционально идет, поэтому нет необходимости открывать еще один счет, можно все совершенно спокойно совместить. Точно так же и доллар-рубль, друзья, котируется сейчас на многих площадках. Кстати, вот я смотрю, что доллар-рубль потихонечку идет наверх, коллеги. Цена, ценник в моменте 74.21, я думаю, он еще приподнимется. То есть доллар уже поднял зеленая свечка, с глубин он поднялся, ну, и судя по всему форуму, доллар продолжит укрепление. Я смотрю, что по еврику и по фунтику. Еврик в отрицательной зоне держится, фунтик держится в отрицательной зоне, доллар-пранк, да, он просел, конечно, сильно от утренних идей, но держится в положительной зоне доллар, то есть дальнейшее движение, на мой взгляд, вполне себе возможно. Так что, коллеги, напоминаю всем идею о выступлении в рамках программы САКСа, обзор рынков САКСа. Я в основном лично беседую с людьми, которых вижу здесь спикерами. Я бы очень хотел, чтобы каждый день был свой спикер. Мой портфель я там найду, когда показать, это вообще не вопрос. Подумайте, друзья, кто готов выступать с темой торговли на платформе САКСа Банка, с теми инструментами, которые вам интересны, добро пожаловать, коллеги. Ну и, конечно, я бы очень хотел, чтобы кто-то, кто торгует на рынке ценных бумаг, обязательно эту тему бы осветил, потому что туда идут деньги, туда идет интерес крупных инвесторов, и отвечать на этот интерес, это очень важно. Удивительно, но трейдеры достаточно часто отказываются от сотрудничества с инвесторами, потому что они как бы не совпадают по каким-то параметрам, инструментам или еще чего. Мне кажется, что надо всегда идти навстречу инвестору, если человек торгует или хочет, чтобы вы торговали европейскими ценными акциями, а не американскими, например, обсуждать нечего, потому что если нет денег, вы и американскими при всем желании не сможете торговать. А если есть деньги, ну, на любой платформе есть американские, ну, я имею в виду на европейской, есть европейские, американские акции. Если вам хочется корячиться и по ночам сидеть на американском рыбке, вообще не вопрос. Но основная идея, то, что очень важный плюс, то, что мы в нормальное дневное рабочее время совпадаем по времени с Европой. С 10 до час очень активное торговое время, ну, и вообще с 10 до 5 вечера. Европа сама торгует, участвует во всех сделках. Поэтому вот этот импульс и Россия, и Европа, я считаю, очень интересно попробовать и посмотреть. Ну, а вечером, ночью, еще раз говорю, кому интересно, в 16.30 открыть американский рынок, поторговать на нем, ну, ради бога, без проблем, все на любителя. В том числе и на платформе САКСОВ. Ну, а для меня важно то, что САКСОВ это датский банк, страна, где хороший регулятор, хорошая судебная система, где банковская система развита хорошо. То есть все нормы приличных юрисдикций соблюдены в Дании. И поэтому поторговать с ними, я, так сказать, считаю, будет очень и очень интересно и относительно безопасно. От рыночных рисков, конечно, это ни в какой форме не защищает нас. Ну, и, собственно, было бы странно даже на эту тему рассуждать и вообще искать где-то площадку, где бы защищали вас от рыночных рисков. От этого невозможно. Значит, Север всячески критикует меня за идею покупать Сбер в моменте. Ну, посмотрим, никто не знает. Я хочу, я вообще акции все хочу торговать от лонга. Это действительно так, коллеги. Те, кто эту идею продвигает, я считаю, что абсолютно прав. Абсолютно прав. Я поддерживаю эту тему. И вот тут посмотрим, посмотрим с вами, Север, посмотрим, что и как будет. А вдруг я буду прав. А вдруг сейчас Сбер как стрельнет, как уйдет наверх, и все. Ну, собственно, эту позицию вы можете тоже отслеживать. Естественно, все идет по, так сказать, по общей динамике. Конечно, есть отличия где-то сильнее, где-то слабее между российским и западными рынками по российским ценным бумагам. Вернее, по ценным бумагам российских эмитентов, вот так правильно сказать. Но динамика общая, она, как правило, не противоречит. То есть, если рост, то рост, если падение, то падение. Просто пропорция, скажем так, глубина движения может быть разной. Но все-таки это другие площадки, другие маркетмейкеры, ну, другой, понятно, другая аудитория покупателей, трейдеров, инвесторов. Поэтому отличия есть, но динамика, как правило, совпадает. Такое, чтобы акции в Лондоне падали, а в Москве росли, ну, наверное, бывает, но все-таки, согласитесь, это больше отклонение от нормы, чем норма. Вот так, друзья, выглядят идеи торговли сегодня, которые мы увидели по возможному заработку на SaksaTrader.go. Еще раз говорю, всех приглашаю быть спикерами. Я с людьми веду переговоры, но у нас демократия, поэтому все, кто хочет, пишите мне на админсобака.utrade.tv. Это очень популярная платформа, и ваши действия на ней будут сразу отмечаться и замечаться многими инвесторами. Поэтому привлекать инвесторов, увеличивать обороты свои, я считаю, очень интересно. И, собственно, чем престижнее площадка, тем выгоднее это для рядового участника, особенно для трейдера. Вроде как площадка престижная, вроде и мы круче выглядим. Это действительно так всегда, не поверите. Причем часто бывает, что люди зарабатывают больше на непрестижных площадках. Ну, типа там, я не знаю, Варшавская фондовая биржа. Там люди зарабатывают. А вот скажешь, да, Варшавская фондовая биржа, и вроде, ну так, не сильно круто. Но все-таки согласитесь, другие площадки выглядят более звездно. Хотя люди зарабатывают и на Стамбульской фондовой бирже. И на Израильской бирже. Но все равно, вот это мы все-таки в плену этих идей. Ну, а то, что у нас, площадка, на которой мы работаем, САКСа, известно 25 лет. Это престижная, уважаемая европейская юрисдикция и европейская площадка. Павел Дагаев пишет, давайте скинемся, реал на САКСа откроем и будем там портфель ввести. Павел Дагаев. Это ресторан достаточно дорогой. Поэтому у людей там есть это. Это, так сказать, не знаю. Но есть у меня план. Хочу я провести одно мероприятие и, может быть, немножечко, как бы, скажем так, организовать по-другому работу. Мы подумаем. Сейчас, естественно, я думаю на эту тему. Вот сначала я хочу узнать людей, кто заинтересован в европейских ценных бумагах. Вот это меня сейчас больше всего интересует. Если там Форекс, если там опционы, ну, это отдельная тема. А вот ценные бумаги, кому интересно, мне было бы очень интересно с этими спикерами посотрудничать. Ну, я думаю, что за недельку, за две мы эти вопросы решим, и это уже будет в порядке планового. Как только мы спикеров запустим в плановом штатном режиме, мы тут же, естественно, мы начнем заниматься подготовкой разных интересных мероприятий. Все, друзья, спасибо всем большое за участие в сегодняшнем эфире. Всем удачи, хорошего настроения.